МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Брусиловский или Луцкий прорыв – самая крупная и впечатляющая победа русской армии в Первой мировой. В ходе этой операции с 16-го года русские разгромили австрийцев, немцев и даже турок. Несколько их частей противник тоже перебросил в зону прорыва, пытаясь остановить Брусилова. В результате русские продвинулись вглубь территории противника примерно на 120 километров, заняв почти всю Волынь, Буковину и часть Галиции. Противник потерял более полутора миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Наконец, именно Брусиловский прорыв, как многие считают, и нанес смертельную рану Австро-Венгерской империи. Победа бесспорно выдающаяся, но, как верно замечено, это поражение сирота, а у Победы всегда много отцов. Двор старался доказать, что успех достигнут благодаря новому верховному главнокомандующему, то есть государю. Оппозиция в Думе, наоборот, в пику двору, делала все, чтобы подчеркнуть заслуги командующего Юго-Западным фронтом Алексея Брусилова. Ряд военных, в свою очередь, указывал на заслуги других командиров фронта. Особенно часто упоминался генерал-майор Михаил Ханжин, будущий военный министр Временного правительства. В речах на банкетах вспоминали и о русском солдате. Хотя, конечно же, главным автором той победы был как раз он. Тот военный успех стоил России 500 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Вероятно, в силу всех этих интриг Николай II так и не утвердил решение Георгиевской думы, которое представило Брусилова к награждению орденом Святого Георгия II степени. Генерал получил лишь георгиевское оружие с бриллиантами. И это была почетная награда, однако ниже четвертой степени ордена Святого Георгия. Не говоря уже о том, что русские военные всегда почитали орден Георгия выше всего, даже выше ордена Андрея Первозванного. Как писал своей дочери Суворов, получил знаки Святого Андрея, да выше всего голубушка, первый класс Святого Георгия. Чуть права от радости не умер. Тем не менее, в мировой истории та операция осталась под именем Брусиловского прорыва. А это, пожалуй, высшая награда, которая может выпасть на долю военного человека. Пересказать подробно ход столь сложной и многоходовой операции не берусь, не тот формат. Поэтому рекомендую всем, кто интересуется темой всерьез, поднять источники, их много, и познакомиться с операцией детально. В целом же стоит отметить несколько принципиальных моментов. Во-первых, то летнее наступление русской армии было частью общего наступательного плана Антанты на 2016 год. Союзники, наконец, дозрели до мысли, что действовать надо предельно согласованно. Русские наступления на Восточном фронте и наступления французов и англичан на Соме должны были лишить противника возможностей маневра резервами. Во-вторых, хотя согласно планам Ставки в наступление должны были пойти все три фронта Северный, Западный и Юго-Западный, главный удар должен был наносить не Брусилов, а Западный фронт. Удары на Севере и Юго-Западе носили по замыслу лишь вспомогательный характер. Просто реальность, как обычно, планы штабистов подкорректировала. Да и настрой у командующих этими фронтами с самого начала был очень разный. Генерал Куропаткин, Северный фронт, на военном совете прямо сказал, что успех прорыва маловероятен. Генерал Эвертс, Западный фронт, требовал больше тяжелой артиллерии, без которой шансов на успех не видел вообще. И только Брусилов заявил, что готов наступать, и к тому же не просил никаких резервов. Многие, посмотрев на него, с недоумением пожали плечами. Иначе говоря, наступление на Юго-Западе вышло на первый план в силу его успешности. А успешность была во многом предопределена настроем Юго-Западного фронта и его командующего. Брусилов и его солдаты первыми сумели прорвать массированную оборону и стали стремительно развивать успех. В-третьих, стоит напомнить, что Юго-Западный фронт был вынужден начать наступление раньше намеченного срока. На этот раз пришлось спасать итальянцев, которые после наступления австрийцев оказались в катастрофическом положении и попросили помощи у России. Наконец, следует учесть, что Брусилов сумел обеспечить скрытность и неожиданность своего наступления. Как пишет историк Анатолий Уткин, Брусилов держал дату своего наступления в тайне даже от императрицы. На вопрос, готовы ли вы начать наступление, Брусилов отвечал почти негативно, ссылаясь на трудности со снабжением. Так и не добившись ответа, императрица покинула штаб Брусилова. Противник прорыва не ожидал, полагаясь на мощно укрепленную линию фронта. Это была глубоко эшелонированная оборона из трех полос. Основой ее составляли опорные узлы, в промежутках сплошные траншеи, подступы к которым простреливались с флангов. На всех высотах доты. От некоторых узлов вглубь шли отсечные позиции, так что и в случае прорыва атакующие попадали в мешок. Блиндажи с железобетонными сводами. Даже для пулеметчиков были установлены бетонные колпаки. К тому же перед окопами тянулись проволочные заграждения. Причем на ряде участков через них пропускался еще и ток. Подвешивались бомбы, ставились мины. Впервые на той войне русские сумели успешно преодолеть столь мощные укрепления. Чему во многом способствовала артиллерийская подготовка, которая ввела силами двух тысяч орудий на фронте в 300 километров. На всем протяжении от реки Припять до Буковины русская артиллерия обрабатывала позиции противника с трех часов ночи 3 июня до 9 часов утра 5 июня. К тому же хорошо знали куда бить. Дала свои результаты тщательная разведка, которую тоже следует поставить в заслугу руководству фронта. Наконец Брусилов, готовясь к наступлению, сделал все возможное, чтобы подвести свои окопы как можно ближе к позиции противника. В результате русские позиции приблизились к позициям австрийцев на расстояние в 100-150 метров. Неожиданностью для австрийцев стало и то, что Брусилов решил прорываться сразу в четырех местах. Это, конечно, распыляло силы фронта, зато не давало противнику возможности эффективно использовать резервы. И уже окончательно командующий запутал противника, постоянно меняя направление ударов и переходя то к атаке, то к обороне, поскольку темп своего движения вперед должен был координировать с продвижением на других фронтах. Наступление вели сразу все четыре армии фронта. Но наибольший успех выпал на долю двух крайних. Генерала Каледина справа и генерала Лещицкого слева. Войска после столь основательной артподготовки быстро заняли первую линию обороны противника и тут же бросились в атаку на вторую. К вечеру 5 июня была взята и третья линия. Почти все ее защитники сдались. Луцк с его резервами и припасами был взят на второй день наступления. К 12 июня Брусилов взял в плен уже 190 тысяч австрийцев, почти 3 тысячи генералов. Если говорить об артиллерии и пулеметах, то в руки русских попала треть всей боевой мощи австрийской армии. Как справедливо пишет английский историк Норман Стоун, если русские достигли подобных успехов с устаревшей артиллерией, то можно представить себе, чего бы они достигли, будучи вооружены надлежащим образом. Как видим, мировая история не ошиблась, присвоив тому знаменитому прорыву имя Алексея Брусилова. Он это заслужил. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова